Это на самом деле достаточно удобная программа, потому что все-таки, ну что скрывать, наверное, нет ни одного банка, который бы мог удовлетворить запросы всех своих клиентов по денежным ресурсам, даже на надежные программы. И тем более долгосрочные рублевые ставки, наверное, единицами, может быть, государственные банки. В этой связи также, но большие банки, как правило, в основном работают с большими клиентами, средними и так далее. Поэтому в этой связи все-таки эта программа позволяет участвовать не только большим клиентам и не только уж совсем большим банкам, она достаточно расширяет и оживляет рынок. В этой связи, в общем-то, для клиентуры очень удобно и для экспортеров, что та часть времени, которая у них отведена на получение выручки от реализации, она все-таки поддерживается ликвидность и появляется дополнительный ресурс. А при умелом использовании это тоже очень многое значит. Фактически они могут на полгода получить раньше выручку от своей продажи, что, собственно, соответственно увеличивает их оборот потенциала. На сегодняшний день это очень актуальная программа. И, в общем-то, с этим сейчас сложно спорить. Тем более еще после вот кризиса. И в момент, когда, в общем-то, сейчас достаточно сложно с инвестициями, и, конечно же, предприятиям надо. Поэтому то, что сказать, что она сейчас очень нужна, это вот можно. Почему она не нужна была раньше? Это, на самом деле, программа, которая стимулирует развитие промышленности и в конечном итоге конкретно стимулирует экспортные отрасли. То есть экспортно-ориентированные отрасли. Но так как, в первую очередь, даже сам Центральный банк объявил, что поддерживается машиностроение, которое за собой, так скажем, вытягивает всю экономику, то, конечно же, на мой взгляд, выбраны правильные ориентиры. Государственная политика поддержки собственных товаропроизводителей. И, конечно же, если появляются организации и люди, умело поддерживающие это дело, наверняка это будет распространяться. Наверняка этому будут являться и противники. Но, в общем-то, определенные успехи именно этой программы, она тоже позволит делать также определенные программы, и, надеюсь, успешные и другие. Потому что эти попытки были, к сожалению, очень много неудачных. То есть мы знаем из пресса даже о том, как разворовываются у нас деньги при неумелых инвестициях. Поэтому, так скажем, надеемся, что, в общем-то, будут программы, которые и возвратные, а эта программа, как одна из наиболее возвратных программ, которая позволяет развиваться. И все-таки это первый шаг, потому что это поддержка на ликвидности, то есть на относительно короткий срок, которая позволяет лишь уже действующее производство поддержать в короткий промежуток времени. То есть ускорить, собственно говоря, получение их выручки. Но на самом деле эта программа еще не позволяет заниматься перевооружением производства, реконструкции или то, что на самом деле важно. Но у нее также есть большой плюс, что при правильных действиях, так скажем, со стороны тех же инвесторов, внутренних или внешних, видя о том, что шаги правильные, поступательные, и они включаются в этот механизм. Поэтому здесь важно не только, так скажем, то, что эта программа началась, а еще и то, что она, собственно говоря, правильная. И некоторые вот эти вот действия, они наверняка подтолкнут и других инвесторов тоже в этом участвуют. Программы имеют конкретное, так скажем, оформление именно инструментов, допустим, переучет именно векселей, то они все-таки рассказывают о том, что существуют инструменты на рынке, которые являются только инструментами, а не идеологией. То же самое, как, может быть, защиту тех же ГКО, можно сказать. Но ГКО – это государственная, я расскажу, что это заимствование. А дальше уже, когда все говорят, что кто-то создал там пирамиду ГКО, чисто технологическую, на самом деле, ну, можно, так сказать, кирпич создать, потом дом построить или стукнуть, как бы по голове. Так и здесь ситуация, когда все-таки это определенный инструментарий, а уж кто им пользуется и как он его использует, во благо или во зло, все-таки это, поэтому все-таки и вот такой маленький, но, мне кажется, существенный плюс также программы, потому что даже в ее названии для слуха людей все-таки идет поддержка определенных инструментов, просто как инструмент. Центральный банк с самого начала создания этой технологии ввел диалог, так скажем, с рынком и диалог с банками. И сама технология создавалась именно с учетом, так скажем, пожеланий непосредственно, так скажем, рынка. В то же время эта определенная открытость дает понимание о том, что и, так скажем, Центральный банк не побоялся, так сказать, этого показать, что не готовность рынка, а именно не готовность самого Центрального банка распространить эту технологию сразу на всю Россию. Хотя, может быть, и отчасти можно их понять, что же экспериментируют сразу на всей России, и пусть лучше это будет где-то опробировано в одном регионе. В этой ситуации, конечно, на какой-то промежуток времени у московских банков будет преимущество перед региональными банками. Но, во-первых, эта проблема известна, эта проблема известна для Центрального банка. Значит, существует целая программа по тому, каким образом совместно же с рынком ее как можно быстрее ликвидировать. И в этой части, в общем-то, от совместных усилий будет зависеть скорость, когда эта программа дойдет до регионов. Потому что, я думаю, что, наверное, не так быстро уж все ринутся, потому что те требования, которые Центральный банк предъявляет к экспортерам и к гарантиям по возврату средств, они достаточно серьезны. И очень многих сейчас это еще не готово. А для Тюмени, допустим, или для, как бы сказать, для любого другого региона, навряд ли это будет минусом. Это вот для банка, может быть, и как следствие, конечно же, если этот банк в этом пока не участвует. Но непосредственно для предприятия. Она же ресурсы получает к себе туда, а не в московский банк. Московские банки являются лишь проводником, посредником именно этих ресурсов. А так как у банков, при всем их видимой малочисленности, все-таки их не так уж мало планируется быть. И, в общем-то, от банка, от самого зависит, быть им он учетным или не быть, то все-таки будет определенный выбор у экспортеров, через какой же банк работать. Точно так же сейчас нарабатываются технологии, когда даже в этой ситуации все-таки можно работать через региональный банк, не работая с московским банком, где уже региональный банк устанавливает определенные контакты и технологию. Есть достаточно большое количество клиентов, которые не находятся в Москве. Правда, мы регионально, у нас, наверное, самые дальние клиенты – это Алтайский край, Тюменская область. То есть дальше мы как бы еще не добрались, но там клиенты находятся, работают с нашим счетом, и, в общем-то, мы с ними работаем. Есть и технологии, и возможности. Центральный банк и органы власти начали заниматься как один из элементов экономикой, а это, в общем-то, является всегда достаточно оптимистичным уже прогнозом на то, что страна, в которой мы осуществляем те или иные операции, она будет развиваться. Второе, что определенная, так скажем, долгосрочность программ позволяет точно так же и нам прогнозировать, что, в общем-то, есть возможность, так скажем, вкладываться не только короткие спекулятивные вещи, но и на достаточно длинный период. Затем, то, что появилась достаточно конкретная долгосрочная процентная ставка, позволяет также, ну, не совсем, может быть, быть уверенным, но надеяться на то, что этой разумной политикой будет, то есть один как из элементов этой политики, предотвратит гиперинфляцию, что, в общем-то, позволит совершать операции не только, так скажем, в иностранной валюте, или, так скажем, ну, не обязательно хеджировать эти операции на рынке, чтобы обязательно оставаться в валюте. Вот. Хотя, может быть, процентная ставка и кажется сейчас большой, хотелось бы, конечно, меньше, потому что это все равно давит на инфляцию, но, по крайней мере, уже позволяет что-то прогнозировать. Конечно же, для банков это позволяет также и увеличить работу со своими клиентами, потому что появляется дополнительная денежная база, которая дается инвестировать и кредитовать своих клиентов, которые, в свою очередь, работая через банк, позволяют также и развиваться и самому банку. Поэтому с этой позиции и с тем, что можно уже прогнозировать что-то в будущем, как по экономике, так и по надеждам, так как существуют действия определенные, так и улучшение состояния клиентов, они позволяют улучшать, и улучшить, так скажем, состояние, или увеличить благосостояние самого банка. Ну, как следствие, можно дальше говорить, потому что, если улучшается что-то в структуре, в стране, то по геометрической прогрессе, конечно же, должно улучшаться и у людей, а дальше уже там это и новое, так скажем, для банка новый оборот, новые вклады, соответственно, новые инвестиции. Продолжение следует...